В Беларуси новая корзина валют поменяла соотношение в ней российского рубля, доллара и евро. В чем суть такого решения Нацбанка? Как это отразится на предприятиях и простых людях? Мнение экспертов выслушала Светлана Лукинюк. Привязать курс белорусского рубля к разновесовой корзине валюты решили в начале 2015-го для финансовой стабильности на внутреннем рынке. Это мировая практика. Для корзины выбирают денежные единицы, в которых в основном и торгует страна. В нашем случае это российский рубль, доллар и евро. С сегодняшнего дня структура белорусской валютной корзины выглядит так. Российский рубль прибавил, занимает половину ее. Ранее у него было 40%. Доллар сохранил свои позиции, это 30%. Евро потерял десятку, у него сейчас 20%. Это просто технический момент для определения стоимости корзины, для того, чтобы Нацбанку было легче выполнять те задачи по сглаживанию, колебанию валютных курсов, которые он перед собой ставит. Кстати, это второе увеличение доли российского рубля в валютной корзине. В январе прошлого года он прибавил в весе до 40%, а сегодня еще более перевесил другие валюты. В комментарии Нацбанка говорится. Данное решение принято в рамках стратегии поэтапного сближения удельного веса российского рубля в корзине иностранных валют. И доли России во внешнеторговом обороте Беларуси, который составляет около 50%. К тому же и все расчеты по сделкам купли-продажи со страной-соседкой проходят только в российских рублях. Это касается и проплат за энергоносители. Действительно, российский рынок для Беларуси является значимым по объему экспорта. Естественно, что доля российского рубля становится 50%. То есть белорусская валюта будет больше коррелировать с российской. Вероятно, это будет проще в внешнеэкономических отношениях с Россией. Эксперты называют такой шаг вполне ожидаемым и утверждают, изменение пропорции не затронет белорусов и содержимое их кошельков. Никак не повлияет на предприятия-экспортеры и на изменение курсов валют. Что касается доллара и евро, то их удельный вес в корзине определялся соотношением объема торгов здесь, на белорусской валютно-фондовой бирже. Кстати, по результатам этих торгов устанавливается ежедневный и официальный обменный курс, а также доля стран Европейского Союза во внешнеторговом обороте Белоруссии. Так, по результатам торгов на бирже с начала года объем сделок с долларом приблизительно в полтора раза превышает оборот с евро. Отсюда и его статус в корзине. Доллар, безусловно, остается валютой очень важной. Отрываться к курсу белорусского рубля от доллара США было бы тоже неправильно и вполне возможно стратегическая ошибка, потому что зачастую в настоящий момент и субъекты хозяйственные рассматривают его еще как единицу сбережения. К тому же, несмотря на то, что Беларусь много торгует с европейскими странами, взять хотя бы поставки нефти и продукции переработки из нее, традиционно в мире по таким сделкам рассчитываются именно в долларах. Светлана Лукинюк, Николай Лошкевич, агентство теленовостей.